Итак, здравствуйте дорогие интернет зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об Играх и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами вот на этом вот многоуважаемом теперь мною Camaro американской тачки просто, просто я не знаю, надрывали все что можно, блин, чтобы... давно я так не напрягался, чтобы победить змеюку одну подколодную, но все-таки мы смогли это сделать, черт побери. Ну и теперь пока что он отправляется, наш Камарик, на заслуженный отдых куда-нибудь, куда-нибудь, я не знаю, на Ибицу пускай съездит, там потусит с другими тачками, с девчонками, вот. А мы... а нам нельзя отдыхать, нам нельзя отдыхать, нам надо браться за следующий чемпионат, за следующую гонку и, чтобы немножко отдохнуть, так сказать, разрядить обстановку после прошлой серии такой натужной, давайте проедемся на моем любимейшем, любимейшем просто NSX, не могу я просто больше терпеть, поедем на NSX и чемпионат Type-R. Можно, конечно, другие какие-то выбрать тачки, но NSX там тащит, другие тачки по сравнению с ним просто хлам. Давайте ему сменим маслица, подзастоялся он у нас уже, посерело вон масло, оп, может пару лошадей добавит. Вот, и давайте его, наверное, помоем. Тоже запылился он стоять, что-то он уже даже и совсем у нас не отражает свет. Во! Во! Сразу заметно стало блики и все такое. Все, погнали. Теперь он у нас готов. Не знаю, поедем в чемпионате Type-R, там лицензия B, конечно, показана. Так-то он у нас уже достаточно серьезно прокачанный, в принципе. Ну, может быть, придется что-нибудь еще навернуть. На мощность, например, не знаю. Давайте попробуем так сначала зайти. Если вдруг что, то прикупим. Так, где-то он у нас тут в конце. Да, вот он, Type-R, видите лицензия B. Что у нас тут по деньгам? По деньгам у нас 10 тысяч за победу и потом еще насыпят за победу в чемпионате. Вот, так что восстановим немножко денежный баланс, так как он у нас подрастерялся после Камара. Пришлось прям натужно его так прокачивать. Вкинули мы там немало денег, там порядка 60 тысяч рублей ушло на него. Так, что у нас тут за соперники? Civic Type-R, NSX, Integra, два Accorda. Ну, Euro-Air это то же самое, что в принципе и Type-R. Ага. Ну, собственно, я думаю, тут реально это соперник будет только NSX. Хотя, поглядим. Ладно, погнали. NSX, чемпионат Type-R. Tokyo, Tokyo, не-не-не, не Рим. Tokyo, да. Так, главное стартануть хорошо. Ух! И... Смотрите, эти вообще что-то они ни о чем. NSX сразу пульнул. Что-то я чувствую будет, неужели что-то похожее с Коброй. Будет один-единственный соперник, с которым придется потеть просто. Чувак. Командная тактика. Ай-яй-яй. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Тихо, мужик. Ты же знаешь, я лидер команды. Не надо огорчать боссов. Да-да, я понимаю. Показывай, что ты можешь, там все дела, что ты крутой такой. Может, тебя подпрокачают и возьмут в более высшую лигу. Ха-ха-ха. Но знай свое место. Ох, пять кругов. Да вы что, смеетесь? Еще-то как-то, по-моему, многовато для лицензии Б. Пять кругов. Просто будет из-за этого даже длинная серия. Даже если все с первого раза пройдем. По пять кругов, блин. На каждой трассе. А машин-то еще не сильно прокачаны. Поэтому круги будут достаточно длинные. Так, что-то. Так, держится. А те вообще отстали, смотрите. То есть, я говорю, вообще не соперники. То есть, у нас тут реально будет один соперник. По сути. И то, что-то он как-то это. Три с половиной секунды с первого круга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то он поначалу бодался, а потом сдулся. Ну, командная тактика, все дела. Видимо, ему все-таки инженер там сказал, что «Скудер is faster than you. Confirm that you understand». И вот он. Confirm no. Хе-хе. Вообще, они все разъехались там. Борьбы нигде нету. Прям по ранжиру. Так, что-то мы, оказывается, походу, мы тут на голову сильнее. Мы, наоборот, сейчас тут являемся некой такой коброй. Шесть и шесть! Да ладно! Мне тебя жалко, чувак. Так, слушайте. Ладно, если так продолжится, давайте перед следующей гонкой я не знаю, что-нибудь снять, что ли. Снимем какое-нибудь улучшение, ну, дабы. А то заподозрят нас в читерстве. Дисквалифицируют. Скажут, да вы читерите, ребята. У вас турбина стоит. Запрещенная. На тайперах. Эх! Меня даже в сон потянуло. Ну, серьезно. Вообще, что-то он прям скис. Поначалу, казалось, борьба будет на равных. Но нет. О, 10 секунд почти. Офигеть. С первого круга 3,5 секунды. Перевезли со второго еще больше. Ай! Да, он и сексик просто валит. Тащит, тащит. Ну, это, блин, мне подарок. То, что прошлый чемпионат был очень сложный. А этот. На расслабоне. Сразу грязность появилась в действиях. Как-то подрасслабился. Сосредоточенность исчезла. Появились ошибки, помарки. Так что, да. Сильный соперник, он в любом случае тебя собирает, вынуждает прям всю волю в кулак. Все. Полностью все ресурсы задействовать. Как это было вот с Коброй. Блин. Кобра мне надолго запомнится, конечно. Надеюсь, все больше нигде не будет. Ого. На 2,5 секунды хуже проехали. Я таким макаром их на круг сделаю. А у нас так-то что там? На лошадиные силы-то надо сказать. Он у нас прокачан не так уж серьезно. Там максимум у нас лошадей 40 добавлено. Потому что у него по стоку 280, да, или там 285. А сейчас 325. То есть я говорю 40 лошадей, поэтому... Это нам надо вообще вернуться в стоковый режим, походу, чтобы дать этим шанс соперникам. Представляете, в Формуле-1 вот так же было бы. Раз какая-то команда доминирует, они такие... Допустим, первая гонка сезона, они всем круг привезли, такие после гонки, значит, собираются. У себя, в Фоттерхоуме, у себя никто их, ни ФИА, никто. Они у себя такие собираются. Слушайте, ребята, мы слишком сильны для этого чемпионата. Слишком мы хорошо поработали в межсезонье. Видите, наши соперники. Мы уверены, что они тоже трудились, не покладая рук. Но что-то им не дало продвинуться настолько хорошо, как и нам. Давайте-ка мы, наверное, на следующий гран-при снимем наши обновления. Снимем обновления, да. Батареи сделаем хуже. И будем ехать только на резине хард. Тогда, может быть, появится у наших соперников хотя бы шанс с нами побороться. А то что-то как-то слишком легко нам даются победы. Поэтому, да, давайте. А если не поможет даже это, то мы совсем снимем с наших двигателей турбины и будем ехать на атмосфернике. Ну, а что делать, да, да. Надо ждать шанс нашим соперникам. Негоже! Выигрывать в одни ворота. Да? Представляете, вот так было. Ха-ха-ха. Да. Потому что, ну, как бы... Команда. Совестливая. Нравственность там. Все. Там, моральные какие-то принципы. не позволяют им выигрывать в одни ворота. Потому что тут же принцип соревновательности. Должна быть борьба. Как же зрители? Зрителям будет неинтересно смотреть, как мы всех на круг делаем. Кошмар! Смотрите, как все разъехались. Это вот к вопросу о том, что... Единственное, там, по-моему, за последнее место там еще что-то бьются. Что настолько скорость у нас разнится, что... Я не знаю. Мы как будто чемпионат эндуранс уже едем какой-то. Обалдеть! Кошмар! Так, ну, понятно. 10 очков. Естественно. Два аккорда. Цивик сделал аккорды. Интегра NSX. Так, ну, не знаю. Надо тоже аккуратненько действовать, конечно, будет. Так, next. Не переборщить, так сказать, чтобы не упасть ниже них. То будет совсем печально. Но надо мощность будет снять. Что там у нас есть? Change parts. Так. Так, так, так. Муфлер. Выхлоп, да? Стоит у нас? Рейсинг, да. Спорт. Так, вот сейчас у нас 326 лошадей. Ну-ка, ставим обычный. 297. Так, а что у нас еще есть? У нас есть компьютер. Вот компьютер можно, да? Обычный поставить. 314. Или его лучше оставить. И действительно снять вот это дело. Плохо, что спорт хотя бы нельзя поставить. Ну, давайте хрен с ним. Черт с ним. 300. Даже меньше лошадей у нас будет. Че еще? Че еще? Тут у нас... А, у нас короба стоит полностью, да? Сцепуха. ЛСД нормал. Блин. Не знаю. Нормал. Коробу поставить. Сцепуха двойная. Давайте сцепление вернем обычное. Часть преимущества от короба она убьет. И маховик поставим обычный. Надеюсь, это не слишком будет. Мало. Так, обновля... Ай, облегчение. Стадия 2 у нас стоит. Ну, а облегчение нам уже не вернуть никак. Ладно. Посмотрим. Я думаю, все равно мы будем даже так сильнее. Вау. R11. Ну, что, сама трасса здесь достаточно сложная, поэтому. Так, ну, эти понятно. Все равно мы их дрючим. Главный у нас соперник это NSX. Прикольно. Он тоже кажется, как будто он желтый. В свете желтых фонарей. Классно. Так. Все равно мы сильнее. Я уж не знаю. Ну, смотрите, у нас сейчас стоит... Че у нас стоит? На мощность только компьютер. Мощностей нам добавляет там немножко, да, как мы знаем. Там порядка 10-12 лошадей. И гоночная коробка. И все. Гоночная коробка. Две стадии облегчения. И... Гоночные слики. Естественно. Уж я не думаю, что они здесь, ну, прям стоковые ездят. На мощность-то они, наверное, чуть-чуть прокачаны. У них, я думаю, все равно здесь... Ну, вот у NSX, по крайней мере. Те же там около 300 лошадей, наверное, есть. Может, у него нету гоночной коробы, конечно. И у него... За счет этого мы, как бы, ну, быстрее разгоняемся. Конечно. Стоит нам поставить обычную коробу, и я думаю, мы ему даже сливать будем. В принципе, нет, держится достаточно близко. Шиканно, быстрее проходит. Резина у него, скорее всего, стоит не гоночная, а какая-нибудь спортивная. Ну, или максимум, там, рейсинг, хард какой-нибудь. Да. Ну, хоть здесь уже нету никаких, там, трех секунд с круга. Ай! Ну, убавив мощности NSX, он управляться еще шикарнее стал. Сейчас так в поворотах не рвет, поэтому можно прям даже в медленных таких поворотах прям на гашетку сжать, и ничего его даже не срывает. Совсем NSX такой не агрессивный. В такой конфигурации даже непривычно на нем ездить. Я NSX, конечно, обожаю, но я привык к тому, что он очень своенравный, его надо прям обуздывать. А здесь едешь. Очень приятная машинка. Как будто еду вообще за покупками куда-то с семьей. Ночные распродажи. Да. Так, я вот не знаю, что там за следующая гонка. Ну, хрен с ним. Можно будет вообще, короче, мощностью убрать, вернуться в стоковый режим. Единственное, да, мы масло поменяли, все равно у него не будет 280 лошадей. Будет где-то 290, наверное. 290, 280, там, 8, может быть. Ну, потому что все остальное возвращать в сток, ну, это совсем будет гандикап у нас уже. Потому что у них, возможно, какие-то промежуточные решения стоят. Не совсем гоночные, а спортивные. А у нас-то, если снять гоночное что-то, то вернуть можно будет только стоковое заводское. А это хуже, чем то, что у них стоит. Встает потихонечку. Мне кажется, зря они в этом чемпионате сделали 5 кругов. Это, типа, оправдать то, что это все-таки аматюр лиг. Это лучше бы сделали, блин, соперников. Здесь подпрокачали, да, и те же 3 круга поставили. Опять, ё-моё, я на карту вообще не... Смотрите, как мы оторвались от всех. Тут реально NSX гораздо сильнее. Даже если нас не брать. Ужас просто. Те там как-то более или менее кучкой держатся. Ой, блин. Всем расслабился. На карту смотрю просто. Какой там ужас творится. Те там. Те там. Те там. Те там. Те там. Да, и, блин. Чего же они все-таки CR11 сделали? Самый матерый поворот убрали просто. Лицо трассы. Как они вообще посмели? Зачем? Думали, что слишком сложное место, что ли. Просто какой-то невнятный шиканой заменили, в который ты даже вообще... Даже газ не надо сбрасывать, потому что там что-то куда-то... Пытаться там попасть на идеальную траекторию. А моя без этого, конечно, сложная R11, но я говорю, тот самый знаменитый поворот с этой выгородкой, это же просто было ее лицо. Ее... не просто лицо, а ее... аскал такой. Это характер ее был, черт возьми. Именно этот поворот. Ее морда, рожа такая страшная, ух. Страшно притягательная, я бы так сказал. Так, она просто стала одной из многих трасс. Да, интересная, но потеряла какое-то свое лицо. Тут вот тоже момент сгладили в предыдущем повороте, там выгородка такая, блин. Ох, интересная была. Если неправильно в шикану входишь, то вот прям туда улетаешь. Тут многие моменты посглаживали эти. Сделали бы хотя бы вот такую шикану и снова вот здесь так же, чтобы такая же хотя бы шикану была, но уходишь налево. Ну, то есть, да, сгладили сильнее гораздо, чем это было там в первой части, но оставили бы хотя бы конфигурацию такую же, что сначала шикану идет у тебя правая, потом левая. Слишком быстро нельзя было войти, и там нужно было перекладку налево все равно делать. Но, судя по всему, мы больше вообще никогда R11 не увидим. Я уже начинаю переживать, увидим ли мы вообще все остальные оригинальные трассы-то. Потому что, я так понимаю, в GT Sport они вообще не собираются их добавлять? Ни одну из своих трасс оригинальных. Ну, насчет Gran Turismo 7 не знаю. Скорее всего, они все-таки вернутся, но вопрос в том вообще, когда Gran Turismo 7 появится. То есть, если оно и появится, то я не знаю. Я думаю, что уже, наверное, на следующем поколении пристало. Все как-то туманно очень. Если, конечно, они вот в срочном порядке в конце этого года не анонсируют седьмую часть на Parish Game Week, либо на PlayStation Experience, то все. То все. Надежды последние умирают увидеть Gran Turismo 7 на текущем поколении. Так, ну что, мы эту, в принципе, гонку за явным преимуществом выиграли. Ё-моё. Вот, пускай скажут спасибо, что я такой совестливый, что пытаюсь подровнять наши силы. Ладно, сейчас тогда снимем и компьютер, и будем ехать на стоковом двигателе абсолютно. Ну, уж больше я ничего снимать не собираюсь, ёлки-палки. Ну, на стоковом NSX, что ли, совсем ехать? Там, собственно, и убирать-то нам осталось. Сейчас вот уберем компьютер, да? Так, где он? Нет, вот он. Так, убираем компьютер. Все, мы по движку мы стоковый, осталась у нас только коробка передач. И все, собственно говоря, подвеска у нас и так не куплена, она у нас обычная. Здесь тоже тормоза не куплены, видите, обычная. Тут уже все поменяли. Здесь уже все поменяно, кроме коробки. Ну уж, слики я точно не буду ставить, а здесь мы даже не сможем ничего поставить по заводу. Поэтому все, у нас из прокачки остается только коробка и слики. Поехали. И как раз сейчас на очереди суперспидовый. Замечательно просто. Ну, надеюсь, нам мощей хватит, а за счет сликов мы будем повороты проезжать быстрее, чем они. Потому что будет смешно, если мы сейчас сольемся здесь. Ну, я не думаю, конечно. Что будет сольем? А, все равно мы быстрее всех их. Ну, кроме разве что NSX'а с NSX'ом, естественно. Будет борьба. Ну, я думаю, что и его мы тут объедем. Не та эта трасса суперспидовая, где могут они с нами соперничать. Вот тест-курс, было бы интересно, кстати, проехать. Чисто просто на мощности. Как они? Ну что, ну, елки-палки. Мы-то ребята со стоковым движком. О! Ну, давай напрямой, кто кого. Давай, вот просто один на один. Просто вровень, смотрите. Неужели у них стоковые двигатели реально здесь? Охренеть. Да, и видать у него с покрышками беда он его тут несет. Я вообще практически не тормозил. Об него так чуть-чуть тиранулся. А, его вынесло. Я реально что-то понятия не имею. Неужели они сюда поставили просто обычные заводские машины? Могли бы хотя бы вон тех ребят подтянуть. Цивиков, интегр там всяких. Им поставить что-то, какие-то улучшения, чтобы они хоть на уровень NSX вышли. Потому что они даже с ним тут не могут соперничать. Не то, что там с нами. Короче, странно все это. А я еще вначале боялся, что надо будет что-то подкупать. А мы в итоге раздели нашего NSX вообще просто полностью. Смотрите, и все равно уезжаем. Так, это какая-то третья у нас трасса, да, по счету? Ладно, хрен с ним. Все, на следующую гонку снимем еще коробку, наверное. Это просто будет реально стоковый NSX абсолютно. Ну, только что на сликах. Там, по-моему, Ри... А-а-а, 5 Рима, блин. Не Рима, это Токио в обратку. А, здесь кругов тут, ого. Че, да мы, наверное, на круг сейчас сделаем. Прямая осталась, в принципе. Капец. А ведь этот чемпионат стоит в очереди. Прямо перед самым здесь сложным чемпионатом, которому требуется International LA лицензия. Дрим Кар Чемпионшип. А, вон уже, да, видно. Конечно, уделаем на круг в руки. Эт, нет, 200 много. Два аккорда рубятся. Вот кому интересно ехать. Все гонки, они же вот вместе едут. У кого-то хватило денег на две сразу машины. Все по одной выставляли эти две. И вот они тут между собой рубятся. Правда, за последнее, за предпоследнее место. Так, а это их кто, ЦИВИК, да, делает? Хоть посмотреть. Надо было им хотя бы тут аж 10 кругов сделать резину изнашивающейся. Серьезно, с такой легкостью мы их еще и напрямую догоняем. Реально, все машины, что ли, в заводской комплектухе. 15 секунд. Ну, всех дрюкнем на круг, кроме РСХ. Так, а кто у нас там лупит на втором месте? Интегра, что ли? Кто ты, товарищ? Да, Интегра. Моего карифана такая была. Только не Type-R-овская. И то, вот она была не Type-R-овская, черт возьми, но она была крутая очень. Даже, ну, как бы чувствовалось, что это уже спортивный агрегат. То есть, как на трассе стояла, блин, как вылетая. Мы с ним гоняли там, когда, куда-нибудь там находку, например, ну, по межгород, по межгородской трассе. Прямо, правда, блин, каждую кочку с жопой чувствовал. Но это ладно, это, блин, не девчачья машина. Зато кайфово очень было. Прямо чувствовалось, как она стоит на дороге. Шикарно просто. Я представляю, что там, если на Type-R-е прогнать, творилось бы. Ну и чё? Всех на круг, кроме NSX. NSX-а, блин, на полкруга дрюкнули. Обалдеть. Головная боль, да? Когда тебя намного делают, это головная боль. Обидно. Надо чё-то деньги вкидывать, прокачиваться, чё-то как-то напрягаться. А здесь, когда они слабее гораздо, один хрен головная боль. Надо чё-то думать, как опять же с ними сравняться, чё ещё снять с тачки. Так, сейчас, по-моему, этот, Токио, Токио. Восточный Рим, да. Ну что, ну давайте Коробу хрен с ней снимем. У нас, в принципе, и так уже преимущество по очкам. По-моему, там уже можно это. Последним приезжать даже эти две гонки. Ну чё, осталось только из улучшений, блин, только слики. Из того, что я ещё могу что-то из этим исправить. Облегчение уже, ну, никак не снять, уж простите меня. Так, сколько у нас там? 12 очков преимущество над ним. Так, ну поехали, чё. Уж я думаю, вторым-то я в любом случае приеду, поэтому ему можно сейчас обе гонки даже выигрывать. А NSX этому он всё равно нас не объедет. Всё равно я их... Не, ну, он даже если полностью в стоке, NSX, конечно, он сильнее, чем всё вот это вот. Понятно. Самое главное, вот чё. Вот этот товарищ. Ну, сейчас-то ты хоть сможешь на равных с нами биться хотя бы? Я уж не говорю быть быстрее. Блин, он настолько сейчас на этих сликах хорошо в повороты входит, а так как он не едет, у меня упора вообще нет в поворотах. Я как кисель. Так даже ехать, блин, сложнее. Без напряга входит. Ай. Нет, всё-таки тут вынесло. Ну вот, хоть чё-то соперничество появилось. Ну тут просто я сам туплю. Сейчас как-то странно им управлять, то есть... Он нифига не едет, но поворачивает очень хорошо при этом. На этой резине. Так, ну да, надо всё равно здесь не пускать. Да что ты, блин, взял и винтился всё равно. Ну хоть чё-то появилось. Иллюзия соперничества. Получается, да, ребята, мне здесь тупо стоковый. Вообще нету никаких улучшений. Ну может быть резина стоит нестандартная, а там какая-нибудь спорт, полу спорт. Вот это за 6000, и всё. Офигеть. Я не думал, что нам ещё такие чемпионаты-то встретятся, где такие соперники. Теперь к такому NSX ещё надо привыкать. Во, подоторвался мужик. Ну вот сейчас даже хорошо. Что пять кругов можно будет, ай, думал, можно будет на полном газу там войти, но нет. Сейчас какая-то очень странная конфигурация нашего NSX, вообще, что-то с чем-то. На заводскую машину поставили слики и выкинули с багажника всё лишнее, да? Сказали, наезжай. Борись. Так, ну вот, отъезжает, отъезжает он. Ну это опять же, он отъезжает, блин, потому что он прям сильнее, потому что я туплю. Потому что сейчас ещё-то как-то не очень понятно, как на этом NSX-е. Нифига, пять с полной секунд. Что он принял? И вы гляньте всё равно, насколько мы оторвались от всех остальных. Так, ну что, он продолжает отрываться, да? Ну да, пять и девять. Ну, чёрт знает, чёрт знает. Может, не прям стоковый. Что-то, наверное, всё-таки на нём стоит. Хрен его знает. Непонятно всё как. Да, вот чё-то в этом повороте вообще постоянно бьюсь. Здесь, в красных поворотах, он просто плавает. Упора вообще никакого нет. Поэтому сложно там ехать. Шесть. Ну всё, ладно, выиграл бы он, выиграл, молодец. Ну, это я себя уже довёл до состояния какого-то непонятного. Что-то реально такой машиной управлять сложнее. Даже, наверное, чем, если бы он был стоковый. Разбалансировка произошла. Тоже, где-то чуть-чуть мы быстрее, где-то он. Причём, по-моему, она вот этой прямой подотрывается. Я посмотрю. Пять и две было. Четыре и восемь. Чуть с ним. За пару поворотов и за прямую сдал. Столько. Спасибо. вот здесь оторвался маленько наоборот получается в повороте с той части трассы преимущество у него подвесочка какая-то стоит такая полу гоночная полу спортивная я ну в принципе вот два последних круга на него накатываю даже не 21 последний круг то что я более или менее проехал вот лучше круг до показал 37 в итоге с 6 потому что я отсчета это разбалансировка какая-то произошла и поначалу тупил сложно было этим на сексом управлять так в принципе все но выиграли быстрее ну ладно так хоть это вот первая победа у него сейчас между нами сколько 8 очков хоть что-то появилось иллюзия борьбы цех 5000 потеряли вот чем плохо 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 так и последняя трасса чё там за трасса будет вообще я что-то не помню конь гранд воли давайте вау монако нифига монако ну ладно поедем в той же конфигурации погнали 7 кругов да вы чё с ума сошли что ли блин мы только недавно 7 кругов ездили по монако ну чё сошли что ли так тихо брысь надо сразу за спину на сексу выходить они блин кругов так много ставят здесь трасса короткая но она же блин короткая медленно чертовски ну монако мы помним что мы гораздо быстрее крайней мере на алтезе мы их тут просто разрывали в клочья я посмотрим что сын с иксом будет я думаю примерно то же самое потому что они не умеют по монако ездить держишься да ух ты какой давай давай может я ошибаюсь может дашь бой ой ошибся ладно вот он тут а молодец а а а и и и а и а к концу круга под отстал надо чтобы он из слеп стрима вылетел все весь пункт уже так что все дрс не можешь открывать блин какой же этот все-таки подъем затяжной когда едешь на медленной машине и монако кстати ну не знаю может это еще просто то что на второй сонки хотя в том же нюрнбург ринге старом они о чем я здесь нету его ну мере в четвертой части на том же железе не смогли там более-менее рельеф трассы создать даже как не рельеф трассы неровности асфальта воссоздать то есть вот такой там качковатый весь под спучины где-то где-то проваленная вот монако что-то слишком гладкая прям там конечно монако не такой асфальт абсолютно такие кочки вы чё ребята они кстати это монако тут скорее всего связано с тем что они не могут лазерное сканирование трассы монако провести на нюрнбург рингстер проще попасть постоянно функционирует крайне мере трек дни там все такое а монако то это обычная городская ну не в дни гран-при это просто городские улицы до по которым постоянно идет движение наверно поэтому они не могут ее отсканировать и даже я говорю сейчас в гран туризма 6 там был асфальт абсолютно нереалистичным такой же гладкий даже знаменитая кочка монакская она она там есть как бы ну такая очень гладенькая потому что они так на глаз что ли что по каким-то фотографиям делают здесь ее вообще практически нету этой кочки так что такое несуразное приехали бы в дни гран-при проведения и знают где-нибудь рано утречком перед тем как хотя нет сейчас сам сказал и сам же понял что и это невозможно то есть там даже вне гран-при собственно дороги перекрываются только вот непосредственно перед заездами какими-то а так даже их там вечером например открывают и все равно по ним ездят обычные машины поэтому да 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 точно именно поэтому они не могут воссоздать близко к реальности на монако большие проблемы с этим капец только четвертый круг а восемь с половиной воссоздать и реально уснуть может Ну, будем биться с секундомером тогда, пытаться превзойти свое собственное время. Что еще остается? Субтитры создавал DimaTorzok О, есть, 1.50 разбили. По крайней мере, быстрее алтезы. На алтезе у меня тогда время было 1.50, там что-то с копейками. Чуть-чуть не вылез 1.54. На секунду быстрее. Но алтеза-то была хэ-хэ, прокачанная. А у нас сейчас практически стоковый NSX. Так, что, на круг взгреем? Нет, скорее всего, не взгреем. Тут эффекта этого нету. Удара по глазам, когда из туннеля выезжаешь. Ну, это все. Из-за технической пока еще не соверш... Из-за технического несовершенства. А свищуха еще не настолько реальная тут была. 15 секунд. Ай, блин, плохо вошел. Пытаешься быстрее ехать сразу. Ошибки появляются. О-о-о-о-о, даже так можешь. Вот это да. О-о-о, даже NSX чуть-чуть подобрался. Полсекундочки. Вот это да. Запорол, короче, этот круг. Ладно, постараемся на последнем что-нибудь улучшить. О-о-о. Так, все, седьмой. Наконец-то до последнего круга добрались. О-о-о. Продолжение следует... Надо постараться лучшим его сделать. Тихо, тихо, ничего себе. Срыв хотел уйти. Давай, красавец! Давай! Есть. На секунду с лишним, да? Ну ладно, такая маленькая цель выполнена. И то приятно. Так, в общем, блин, разорвали этот чемпионат, конечно. Что-то он слишком, короче, слабый для, я считаю, этого уровня уже. Аматюр. По-моему, он тут такой единственный. И он тут как прям белая ворона смотрится. Так, ну чё, осталось нам получить машину. Посмотреть, что нам дадут. Ну, чё тут могут дать? Естественно, Type-R какой-нибудь. О, какой кубок красивый. Двадцаточка всего. Ну ладно, 247. Во, вернулись в те же цифры. Хорошо. А, тут аж сколько? Три. С2000, да? Ну ладно. У нас две подряд, по сути, С2000. Кстати, опять же, крестик жал. И чё-то ничего не дало это. Вот. Василий, ты мне там написал, что надо жать сильнее. Я посмеялся немножко над этим. Потому что куда уж сильнее жать. Так, чтобы джойстик хрустел. В общем, не знаю. Мне кажется, это всё не работает. С выбором машины. Ладно, не суть. Так, получили мы С2000. Бабок у нас снова. Больше 200 тысяч, почти 250. Странный достаточно чемпионат получился. С той точки зрения, что мы с каждой гонкой машину ухудшали. Ё-моё, я и не заметил, как стемнело. Чё-то совсем. Пока мы ехали. Извиняюсь за цвет, точнее, его отсутствие. В общем, странный был, странный чемпионат. Так. Давайте посмотрим. Нам, в принципе, в этой лиге-то не так много осталось. Правда, остались достаточно сложные чемпионаты. Вот смотрите. Перезаезд Европе. Он чемпионшип. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, да. И семь. Ну, всё равно, ещё достаточно много. Да, просто ещё и остались-то, собственно, самые сложные чемпионаты. Тут из дни чемпионатов осталась только легенда серебряной стрелы. Три трассочки на Алицензию, я думаю, тут тоже сложного ничего не будет. А дальше пойдут чемпионаты. Дальше, ого, монстрики. Надо будет что-то думать. Ну, в том моменту у нас деньжат ещё больше станет. Посмотрим. Посмотрим. Ладненько. Идём в гараж. Сейчас поглядим на С2000. Но, скорее всего, она обычная. А, нет. Милгин С2000. Значит, что-то прокачанное. Хотя, продаётся за 16 тысяч. Чуть дороже, чем обычно. Но... Что-то, наверное, в ней улучшено, но что-то одно. Сколько у неё там? 243 на 1200. ФР. Безнадувная. Ну, собственно, да, Хонда. Ладненько, ладненько. Проехали мы в такой странный чемпионат. В общем, в следующей серии, наверное, проедемся. Серебряных стрел. Чемпионат. И... Наверное... Потом ещё, может быть, ролейный чемпионатик, чтобы ещё больше денег накопытить. А дальше... Посмотрим. Либо, может, что-то купим. Потому что для... Ну, там серьёзный чемпионат. Там что-то надо будет. Либо полностью, наверное, прокачивать какую-то из уже существующих наших машин. Либо покупать что-то гоночное. Для чемпионата ДТМ. Скорее всего, придётся покупать машину. ДТМовскую. Вот. Так что, деньги нам понадобятся. Ну, что же. На этом давайте прощаться. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем пока-пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok